в юга чиз наверно так читается никнейм заказал у нас оценку канала давайте попробуем к нему наведаться опаньки вот так вот выглядит канал в юге отчис надеюсь я правильно читаю все таки я не знаю здесь ли у нас заказывающий ну если что я там хайлайтик вырежу посмотрит в записи если что привет интересное кстати оформление никогда такого не видел но в плане здесь графические элементы то бишь png шички вот эти они исключительно как разделители такие бордюры слушать а это интересно правда вот так вот это выглядит на светлом фоне и я могу сказать с уверенностью что с на светлом фоне явно лучше и видимо это все делалось под светлый фон потому что когда переключаешься на темное оформление ну в целом в целом тоже ничего приятненько необычно по крайней мере потому что стараются обычно делать вот эти пла и плашечки png шны я тут в здравствуйте еще раз обычно стараются делать плашечки png шны и на них размещать информацию а тут это просто такие бордюр чеки разделителя с другой стороны приходится ссылки никак не маскировать а просто ссылки выкладывать вот так вот ссылками как по мне кликабельные картинки но они как-то может быть поинтереснее я объясню почему мне кажется интереснее когда картинка кликабельная потому что вот такое оформление можно увидеть на ютубе если вы зайдете под любой стрим на ютубе там ну там нельзя оформить стрим в принципе там нет оформления никакого люди просто текстом пишут информацию под стримом и вот у тебя в принципе наиболее приближено именно к такому варианту а коль на твиче есть возможность делать кнопочки какие-то кликабельные красивые то надо пользоваться мне кажется функционалом по полной но в целом мне нравится эстетика какой-то такой вот минимализм такие интересные кованые бордюрчики приятненько он ушел но обещал вернуться как удалить полоску синюю какую полоску синюю ты про что чтобы она меня не перекрикивал хотя на и так вроде не пик но в наушниках она громко играет странно обычно фейс рик должен реагировать на твою артикуляцию на твою мимику а у тебя когда ты говоришь твоя красная панда не открывает рот чем игровые трудности к большому сожалению на фейс риге не так много аватаров вот этих там не такой большой выбор и в большинстве случаев используют либо песеля того либо вот красную панду либо ну ну то есть там одни и те же буквально и вот вот этого енота в кавычках я много где видел что автоматически делает твой стрим не очень оригинальным и какие причины не использовать в эпку ты как-то ну ты ты комплексуешь стесняешься своей внешности или что или почему здарова ребят всем привет спасибо vgfl огромное тебе за рейдик всем здравствуйте мы тут оцениваем человечка канал в основном касается это все оформление а буквально через считанные минуты пойдем смотреть конференцию sony вот присоединяйтесь к нам так-то стесняюсь да ну и зря на самом деле потому что я глубоко убежден что вне зависимости там от внешних данных каких-то можно создать более умение уютную атмосферу на своем стриме благодаря как раз в эпке как-то оформить у себя в себя возможно я не знаю если ты там чего-то стесняешься кому он мне кажется всегда лучше когда живой человек они аватар из стима ну дело конечно твое может быть это будет твоей фишкой но к сожалению ты уже не перво проходят в этом плане потому что подобное уже есть у многих уже много кто сидит с подобными аватарами и это уже наверное не станет твоей фишкой какой-то прям супер оригинальный очень странные шрифты выбраны например для что это получается 11 февраля 2020 года время пк и эфира 14 45 час 43 это я смотрю на левый нижний угол вот сюда вам за мной было не видно простите пожалуйста вот вот про вот это я сейчас говорю как мне кажется вообще нахер бесполезная информация абсолютно бесполезная информация кто захочет посмотреть какой сейчас год ну если вдруг кто забудет он без труда на компьютере или на телефоне где бы он тебя не смотрел посмотрит это правильно но я не знаю вряд ли кто-то смотрит стрим с микроволновки где не указана дата и время в на любом устройстве ты спокойно ставишь смотришь время и дату честно убери вот я никогда так настойчиво не ничего не рекомендую я как правило говорю ну вот может быть а вот может быть так а может быть лучше вот так а здесь я тебе прямо говорю нахер ну не надо это вообще бесполезная инфа что время что дата ну серьезно может это для записи чтобы знать какая когда но на твиче все равно записи не долговечные они хранятся по моему у не партнеров 30 дней у партнеров 60 дней что тоже не сильно много я стараюсь если мне какая-то запись стрима дорога и интересно я ее заливаю на youtube потом вот и все я даже в закрытом доступе и заливаю заливаю с замочком чтобы ее не было видно чтобы она только для меня было хотя бы вот ну для архива такие дела плюс ну хорошо даже если ты эту информацию добавил на стрим я бы тогда как минимум порекомендовал бы вот это вот все унифицировать в плане шрифтов потому что у тебя дата и время один шрифт фолловеры последний другой шрифт и донатеры третий шрифт и все это тремя разными цветами три разных шрифта лучше это под общий стиль подвести и тогда было бы хорошо вот представь просто на секунду что это все одного шрифта одного размера но к примеру там чуть-чуть как-то комбинирует по цветам пускай цвета будут не обязательно все одинаковые но чтобы они сочетались и чтобы их было там не 3 не 10 понимаешь да это кто это котейка час мы еще микрофончик послушаем скоро подойду давай на стриме sony 110 тысяч человек ждут в поняну ну вот странно повторюсь уже говорил это панда и кто бы там ни был выбран в этой программе она должна какой-то более живой быть она должна открывать рот улыбаться смеяться у тебя она какая-то неживая не знаю то ли ты так как-то не так настроил я не так много работал с этой программой то ли еще по какой-то причине но у тебя она не реагирует когда ты говоришь это очень странно и теряется тогда вообще весь эффект получается у тебя просто панда который иногда шевелит ушами и моргает но она не ассоциируется с тобой вот а так я бы все-таки наверное посоветовал подумать хотя бы подумать насчет вебки уж я не знаю если тебе чё чё стесняться но мне кажется всегда живой человек он всегда лучше чем аватарчик из стима просто поверь мне я столько стримов всяких повидал стримят разные люди стримят инвалиды стримят какие-нибудь косые рябые лысые в любом возрасте я встречал стримеров стримеров дедушек стримеров бабушек я не шучу сейчас стрим но настолько разная бывает аудитория разные стримеры попадаются порой вряд ли тебе прям есть чего стесняться поэтому по крайней мере попробуем вот я кстати это все могу тоже с адресовать вот прям берем и это все сказанное выше и адресуем то же самое с а а еще как мне кажется на кс кислородовастенького нынче набирать онлайн подозреваю что ты в этом уже сам убедился если конечно нравится дело твое но для развития канала сразу скажу будет тяжеловастенько я не знаю сколько ты стримишь по времени но скорее всего будет тяжеловастенько а так желаю удачки вот спасибо за бабушку живой человек лучше чем не живой